Новый вид вируса из Китая с начала года проверяет на прочность не только людей, но и границы государств. Власти рекомендуют гражданам воздержаться от дальних поездок. Как распространение коронавируса влияет на туристическую отрасль Тверской области, смотрите в репортаже нашего корреспондента Натальи Чекет. Китайский вирус бьет не только по туристическим фирмам, но и сильно меняет планы самих путешественников. Сейчас в некоторые страны не рекомендован въезд для туристов. Ограничено воздушное сообщение на фоне распространения коронавируса. Напомним, первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Инфекция продолжает распространяться по миру. Многие в целом решили пока что воздержаться от поездок за рубеж, поскольку люди любят путешествовать в спокойной атмосфере, а никогда повсюду паника. Как планирует свой отдых жители Верхней Волжи мы узнали на улицах областной столицы. Ну, задумываемся. То есть поехать или нет? Ну да, скорее всего поедем, но пока думаем. Если ситуация с коронавирусом как-то изменится, и есть ли людей будут пускать из страны, куда можно будет съездить? Ну, типа в Европу или еще куда-то. Если бы я испытывала такое желание, я бы поехала, несмотря ни на какие коронавирусы. Я, если в этом году, планирую путешествие в рамках нашей страны. В целом прогноз на будущее сдержанно оптимистичный. Мы обратились в туристическую компанию «Спутник» с более чем полувековой историей, где нам рассказали, как складывается обстановка у путешественников Тверской области. Паники среди туристов не наблюдается. Те, кто уже приобрел путевки, сейчас отдыхают. На сегодняшний день у нас туристы отдыхают в Таиланде, в Арабских Эмиратах, во Вьетнаме, в Шри-Ланке. То есть в этих странах все спокойно присылают сообщения, что солнце светит, вот море теплое, люди купаются, загорают. Из-за страха, связанных с коронавирусом и повышением курса доллара, несколько снизились темпы раннего бронирования летних направлений. Однако путешественники, которые забронировали туры и внесли предоплату, заняли выжидательную позицию и ждут развития событий. Что касается Европы, то здесь, конечно, приостановился спрос. И люди, в общем-то, не бронируют сейчас Европу, за некоторым исключением. У нас, как Китай, куда запрещен въезд, то есть там была одна отмена поездки, а по остальным странам нет. Сейчас турфирмы соблюдают рекомендации Роспотребнадзора и отправляют отдыхающих только в безопасные страны. В ведомстве также напомнили, что избежать заражения поможет соблюдение простых правил. Некоторые путешественники предпочитают отдых в своей стране. В Крым хочется съездить. И в Сочи, а вот в Крыму, к сожалению, не было. А сейчас, как говорится, Крым наш стал, поэтому съезжу там. Очень нравится Трескалобость, красивый регион. Например, есть у нас в Волочке, водохранилище огромное. Что еще есть у нас? Калязин, потом Московская область. По центральному федеральному округу. Можно в Воронеже, на юг. По оценкам экспертов развивается и внутренний туристический рынок. В нашем регионе много мест отдыха, где мечтают побывать путешественники. Люди продолжают следить за развитием событий по распространению вируса. И, возможно, с этим корректировать свои планы отдыха. Продолжение следует...